И вот я помню, он беседовал с ними в процессе беседы, он сказал такую мысль. Друзья, мы сейчас помолимся, чтобы Господь вам дал ребенка, но вы внимательно проанализируете свою жизнь. Я, говорит, как служитель, заметил одну очень важную закономерность. Те, кто в юности до замужества и до женинь бы уничижали многодетные семьи, таким людям Бог детей не дает. Это тяжкий грех. Пока вы не исповедуете и не покаетесь в этом грехе перед Богом, вам Бог детей не доверит. Вы сначала исповедуетесь, если это имело место в юности вашей, насмешка над многодетными, уничижение. Какая-то ирония или еще что-то, наплодили и прочее, прочее. Так вот, пока вы в этом не покаетесь, моя молитва, как служители, иметь силы над вами не будет. Вы, говорит, сначала исповедуйте грех свой перед Богом. Вы знаете, я так стал анализировать, вот с кем-то мы вместе росли, в молодежи. Я вспомнил тех людей, которые в годы моей юности уничижали многодетные семьи. Что интересно заметил, у них детей нет. Бог им не доверил. Они оскорбили Господа. А это тяжкий грех. Они Бога не боялись. Поэтому Бог не устраивает дымы их. Он лишил их этого благословения. Сначала надо исповедовать, потому что ничего бесследно не проходит. Что посеял, то и пожнешь. Вот сначала исповедуй это, а потом Бог тебе доверит. Бесценные, бессмертные души. Быть отцом или матерью. Друзья, ничего не уходит бесследно. И это, друзья, очень важная грань. Написано в Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него – плод чрева». А сегодня, знаете, и эту истину перефразировали. Дети – это цветы, но пусть они цветут на чужих подоконниках. Вы знаете, поглумились и посмеялись над всем. И люди, которые вот таким образом относятся не святы к Священному Писанию, неудивительно, что в их жизни благословения в этой области нет. А если есть, то дети на горе, на слезы. Друзья, это очень серьезно. Есть закон сеяния и жатвы. Что посеешь, вот то и пожнешь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok